Капитализм и русская цивилизация вещи несовместимые. Реализация капиталистического проекта привела к гигантским экономическим и людским потерям. И мы чуть не лишились самой России. Впрочем, миллионы русских людей ее лишились. Из книги Валентина Катасонова «Экономические уроки России». Том 1. Эту и другие книги приобретайте в книжном магазине «День». Да будет день! Подпишись на уникальный архив канала «День». Поддержи наш проект. Ссылка в описании ролика. Сегодня у нас в гостях секретарь гиппократовского форума Инна Ямбулатова. И мы поговорим о том, что же произошло буквально накануне, в конце 2022 года, положительного в нашей стране. Инна Николаевна, я знаю точно, что вы принимали участие во многих победах здравых сил, которые выпали на конец 2022 года. Давайте расскажем о них по порядку, потому что очень-очень важные фундаментальные события произошли. Начнем с указа президента, наверное. Да, указ президента о сохранении духовно-нравственных ценностей, которые вообще носят характер такой беспрецедентный. И во многом, конечно, это заслуга общего, скажем так, консервативного пространства и поля. Я знаю, что и в том числе там мы много принимали участие и общество «Царьград», и в том числе там части в правительстве коллегии, и в администрации президента, в том числе и Совет безопасности принимали участие. В том числе были учтены и ряд поправок, которые пришли в том числе и вот с нашей организацией, Союз православных женщин и Всемирный Русский Народный Собор. Конечно, факт беспрецедентный. 13-я статья Конституции говорит о том, что у нас идеология запрещена. Фактически указ о сохранении духовно-нравственных ценностей, традиционных ценностей является некой формой, заместительной об объявлении, что же мы понимаем для себя под традициями, ценностями, что мы сохраняем и что мы защищаем. И более того, то, что это подано как указ президента в контексте раскрытия стратегии о нацбезопасности, указа президента номер 400, собственно, это раскрытие, расшивание этого указа идет, там есть изменения в стратегии информационной политики пойдет, сейчас готовится стратегия внешней политики изменяться будет, идет изменение стратегии в области научной деятельности, то есть идет фактически пересмотр сейчас, что же мы понимаем под стратегией. Указ президента в этой связи о сохранении духовно-нравственных ценностей является уникальным еще вот по какой причине. Мы впервые появляются в указе, мы оговариваем, кто же наши идеологические противники, и, скажем так, впервые появляется такое сочетание, как транснациональные корпорации, это вообще уникальный факт, там есть это в указе, и мы очень благодарны, что они были приняты, эти поправки. Дальше. Характерно обозначение понятия такое, как деструктивная идеология, чего в законодательном пространстве страны вообще никогда не было. Никогда. В этой связи, да, в этой связи... И до 1991 года не было, и с 1991 года не было, это впервые вообще в нашей истории. Да, впервые вообще появляется в нашей истории, и это крайне важно, потому что теперь мы можем продолжить работать с другими нормативно-правыми актами, продолжать это движение в сторону определения, что же такое деструктивная идеология, что под нее попадает, а каким образом мы теперь боремся с деструктивной идеологией, а какая ответственность за распространение деструктивной идеологии. То есть раскрывается масса такого вот пространства, куда можно зайти и, скажем так, охранительную политику продолжить в этой связи. И фактически, как продолжение этого указа, идет серия законодательных актов, которые фактически реализуют этот указ. Что необходимо сейчас в контексте появления этого указа продолжить делать? Первое, нужно, конечно, формировать сегодня экспертно-аналитические группы по приведению в соответствие нормативно-правового пространства страны в соответствии с этим указом. Во всяком случае, точно должен быть проверен деятельность культурных учреждений. Это то, что касается, вот сегодня вышел интернет-пространство, взрывается от так называемой деноцификации Минкульта, да, о национализации Минкульта. Это в связи с тем, что вот как раз отвратительное заявление тех, кто долгое время кормился за счет государственного бюджета и которые выступили сегодня с риторикой ненависти к русскому народу и отрицания вообще ценности операции на Украине, да, то есть на Смоленинов, там вот эти вот все. И эти люди ведь получали государственный заказ на изготовление тех или иных фильмов с участием этих персонажей. Я не верю в то, что они были какие-то, а потом стали такие-то. Вот маловероятно. Поэтому в этой связи, конечно, указ раскрывает большое пространство, в том числе, например, для Следственного комитета. Следственный комитет очень быстро возбудил уголовное дело в отношении сейчас высказывания ряда персонажей, да, и у них есть это основание. Ну, Следственный комитет должен работать, конечно, в этой связи. Я прошу прощения, что, например, советы давать, да, там, Следственному комитету, но это, очевидно, просится. То есть у них должна быть уже образована группа, которая бы уже могла поставить на поток изучение тех или иных заявлений. Потому что они, конечно, наносят беспрецедентный репутационный ущерб политике и внутри государства, и прежде всего молодежной политике. Вот в этой связи, конечно, этот указ, ну, дает очень широкие полномочия. Я вообще продолжаю все-таки настаивать, что ряд положений указа президента о стратегии национальной безопасности должны быть, безусловно, выложены в закон о безопасности от 2013 года. То есть указ президента должен быть интегрирован в закон о безопасности. Исходя из этого, он должен раскрывать полномочия для того, чтобы у нас, скажем так, появился еще один правовой игрок на пространстве России, скажем, ну, вот Владимир Владимирович, вы знаете, любит систему сдержек и противовесов. В данном случае должен появиться еще один актор тяжеловесов. Это, конечно, Совет Безопасности. Но Совет Безопасности на сегодняшний момент полномочий серьезных вот таких вот проверять, например, законы на их соответствие, те законы, которые готовятся на соответствие безопасности. У нас такого экспертного органа сегодня нет, который бы сказал, что, 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 что там готовится, какой указ, какой закон. Покажите, пожалуйста, давайте его сравним. Он соответствует сегодня заявленным ценностям и безопасности страны или не соответствует? Вот такой орган крайне необходим. Во всяком случае, Совет Безопасности должен стать тем органом, куда такие нормы, указы должны направляться. А для этого Совет Безопасности должен быть серьезно, а, укреплен правовым образом, полномочиями, б, аппаратом. Потому что на сегодняшний момент рекомендательная политика Совета Безопасности, решения, которые они там принимают, они все-таки носят характер, ну, рекомендательно, номинально исполняющий, то есть консультативный, несмотря на то, что, безусловно, это орган уважаемый. Но такой орган требуется стране сегодня, потому что мы сегодня ведем, ну, например, даже та же дискуссия, которая возникла сегодня в экономическом пространстве. Часть представителей правительства Российской Федерации заявляют о том, что экономическая политика страны должна по-прежнему носить инвестиционно-привлекательный характер. Коллеги, инвестиционно-привлекательный характер политика страны может носить только в условиях той рыночной экономики западной, которую мы продвигали. Но время изменилось, изменилась идеология. Более того, я скажу, что во главе цели полагания существования государства не может стоять бухгалтерия. Но, очевидно, не может стоять бухгалтерия. Государство ставит своими задачами, а, политические цели, цель достижения безопасности, суверенности и благополучия граждан. Вот это цель существования государства. Если мы вообще хотим говорить о природе государства. Давайте поясним зрителям, это не совсем понятная вещь. Инвестиционный предполагает прибыль. Инвестиционный. Государство всегда смотрит стратегически, в том числе и в бесприбыльные, так сказать, проекты вкладывается. Все верно. Все верно. Поэтому инвестиционный подход... Государство не может исходить с точки зрения подведения бухгалтерского баланса. Прибыль, убыток там, да. То есть, условно говоря, мы принимаем политическое решение. Мы начали процесс, ну, скажем так, воссоединения исторических областей России. Экономист приходит и говорит, вы знаете, такая история, вот сейчас мы прогноз по нефти сделали, нефть упадет до 50, политику надо сворачивать, надо проводить процессы по мирному урегулированию конфликта, надо возвращаться в банковский сектор международный, потому что дешевых денег нет. Вот, коллеги, какое должен принять решение президент? Вот приходит человек с таким нытьем, да? Он говорит, да, конечно, бухгалтерия играет роль, все, мы сворачиваем на Украине, все, заканчиваем. Так? Совершенно очевидно не так. Он совершенно должен сказать, слушайте, у вас есть экономические инструменты, пересматривайте линейку экономических инструментов, берите другие экономические инструменты. В конце концов, мы должны говорить вот о чем. Государство должно и обязано вернуться, как серьезный субъект политики, в те области и отрасли, из которых за 30 лет оно было вышло, из которых оно вышло или было вытеснено. Это область информационной политики, это область культурной политики, это область промышленной, научной политики, это область экономики. Нельзя коммерсантам отдавать стратегические отрасли. Ну, это очевидный вопрос. Фактически, государство должно вернуться мощным заказчиком и контролером тех отраслей, которые коммерсанты никогда не возьмут на себя ответственность. Как делает сегодня, это, скажем так, ну, Китай, у него масса других перекосов, которые нам не нужны. Но есть положительные примеры, например, классический вариант, это, конечно, область разработки литийной промышленности. Китай сегодня монополист по производству литийных батарей. Добыча лития никогда не выгодна. То есть фундаментально туда не пойдет частный инвестор. Китай говорит, хорошо, я беру эту область на себя, государственную задачу, а вам отдаю сырье, вы из нее производите. И вот он 20 лет вкладывает средства в добычу лития, на котором уже сажает коммерсантов, которые производят тот или иной продукт. В результате вот такой сбалансированной политики, где государство активным образом участвует в этой политике, фактически Китай стал монополистом, и сегодня это политический инструмент давления. То есть как только сегодня кто-то, ну, Маск тот же, Китай тот же говорит, ну, нету тогда, нету технологий, нету и литийных батарей, ну, на чем-нибудь там поездите, как-нибудь там, что-то придумаете какое-то там, да. То же самое, например, область производства алюминия Российской Федерации. Нет технологий, нет алюминия, ну, попробуйте из дерева автомобили строить, может, поедут. То есть, понимаете, это фактически область сегодня, экономика становится областью мощного политического инструмента, но оно тогда, когда государство там играет ведущую роль, когда оно субъект этой политика, а не просто приходит инвестор и говорит, я хочу делать чайники. Государство говорит, ну, прекрасно, вот тебе территория, вот тут будешь делать чайники? Нет, я передумал, тут электроэнергия у вас очень дорогая, я не буду делать чайники, я буду их в Казахстане покупать из Китая через третью схему, а технологии, а чайники как-нибудь сами. И государство говорит, ну, а, ну да, инвестору невыгодно, говорит государство, значит, не будет в стране чайников. Значит, выходит, простите, господин Чемизов и говорит, вы знаете, импортозамещение полное невозможно, мы не должны к этому стремиться. Китай считает иначе. Он считает, что надо максимально искать те области, где нужно занимать стратегические экономические высоты и достигать полного комплекта импортозамещения. Для того, чтобы не зависеть в ближайшие 30 лет от тех технологий, которые сегодня Китай чудовищно уже страдает от того, что голландцы, например, там запретили им апгрейд оборудования по производству наноэлектроники, наночипов. Вот они уже ищут инструменты, как это сделать. А Россия пока опять ищет договора. То есть вместо того, чтобы начать, времени мало, лак маленький, да, у нас там на экономические проблемы вот эти, то есть область глубокой промышленной политики, он, собственно, складывается цикл не менее 5-7 лет. То есть у нас очень мало времени, но мы вместо того, чтобы опять начать давать инвестиции своим производителям и вкладывать в технологию, мы опять пошли в Китай покупать дешевые чайники. А если дружба с Китаем прекратится? Ну вот сегодня дружим, завтра нет, так бывает. Чего будем делать? Куда пойдем? В Афганистан пойдем за технологиями? Слушайте, ну это уже пора прекращать. Фактически мы говорим о том, что стране нужен сегодня серьезный проект государственного планирования. В этой связи вот этот указ является такой серьезным шагом в области суверенизации идеологического компонента. Это не менее важно. Это цель и полагание государства как субъекта геополитической страны. Это наиболее важно, потому что сначала идет идеология, мысль, а потом уже от нее делаем выводы и строим планы. Теперь нужно добиваться, чтобы указ был в полной мере верно понимаем, был вооружен правовым, скажем так, предметным регулированием, правоприменительная практика у него возникла, и положения указа вошли в федеральные нормы законодательства, часть из которых, кстати, уже реализована. Это вот как раз следующий закон. Да, мы... Какой следующий вы хотели? Это закон о запрете пропаганды. Да, закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и средствах массовой информации. Надо зрителям пояснить, что у нас раньше запрещена была пропаганда. Для детей. Но только для детей была такая пометочка, и поэтому его обходить было очень... 446-й, 149-й, два закона, но, к сожалению, ни один, ни второй закон в полной мере недостаточно работал. Почему? Всё-таки нужно добиваться права досудебного закрытия. И даже вот в этом законе, который был принят, он прекрасен опять чем? Декларативностью. Государство говорит, я намерена защищать своих людей. От чего? От агрессивной рекламы. Речь не идёт о запрете литературы, произведений, там, все поднимали вопрос, а как же быть с Лолитой. Ну, например, коллеги, у нас прекрасно есть реализуемая статья о запрете пропаганды фашизма и нацизма, символики и всё прочее, где есть чёткое пояснение о том, что в части исторического контекста не возбраняется. Вот там, где идёт положительная коннотация, там, где говорится о превосходстве этого способа существования вида, в частности, для меньшинств, вот там как раз государство и включает всё своё внимание, и останавливает это как вид агрессивной рекламы. Это абсолютное право государства, право человека не сталкиваться с агрессивной рекламой и видеть её как можно меньше. Здесь ничего вот, собственно, такого страшного, на мой взгляд, как вот эти вот крики, истерики, там, началась диктатура, цензура. Слушайте, Китай, Венгрия, Польша прекрасно себя чувствуют, и никто не обвиняет их в дискриминации, там, в каких-то там попытках нарушения прав человека. Это фактически инстинкт самосохранения. Вот инстинкт самосохранения у государства сейчас, он включается. Я не могу сказать, что он в полной мере уже объективно включён, но государство настолько огромный организм, это настолько огромное формирование, что требовать сейчас скоростной такого вот решения вопросов поворота диаметрально на 180 градусов, слушайте, из коляски вывалиться можно при тормозах и поворотах. Поэтому здесь надо вот в этой связи, конечно, Владимир Владимирович двигается очень верно. Он двигается последовательно, степ-бай-степ, и, скажем так, эволюционным путём. Революционный путь Россия не выдержит второй раз. Ну вот не вынесем мы его. В этой связи я почему скажу, что вот та ситуация, которая сейчас складывается в том числе на фронте и во внешней политике риторика, та, которая развернулась вот в предновогодние праздники, и которая сейчас продолжается наращивание, Украина требует себе военной помощи, все включаются, Госдеп США серьёзным образом буквально давит на все страны, чтобы они были связаны все кровавой порокой поставки вооружения, причём дальние, и в том числе и Патрио, да, и стратегическое вооружение. Фактически речь идёт о том, что Россия приближается к точке победы. Это уже, безусловно, видят партнёры и наши стратегические, это Индия и Китай. Я почему говорю, перед Новым годом состоялся диалог, подтверждающий проведение ряда визитов, МОДИ и СИ, в этом году к нам планируется, ожидается визит лидеров двух крупнейших мировых держав. Это державы будущего, на них сегодня ориентируется Россия. Собственно, это треугольник мировой новый созревает. И их приезд говорит о том, что, вероятно, они обладают какой-то очень важной стратегической информацией о том, что война на Украине будет в ближайшее время прекращена тем или иным способом, и Россия выйдет из неё с достаточно серьёзным инструментом диалога, то есть победителем. Почему ни СИ, ни МОДИ не приехали бы в страну, которая ведёт войну? Ну или которая вот-вот её, так сказать, окончает. Это по правовому положению, по международному положению сегодня ту позицию, которую они заняли в отношении конфликта на Украине, они не занимают ничью сторону официально. Но то, что они подтвердили свой визит, говорит о том, что... И второй момент очень важный был. Украину не включили в список участников G20 в сентябре, который в Индии пройдёт, Нью-Дели. Это говорит о том, что возможно, что к сентябрю такого понятия, как Украина, государство может не быть. То есть я не говорю, что это 100%, но зная осторожность политики индусов, которые очень серьёзно корректируют её с Великобританией и США, они там очень серьёзно зависят в том числе, да, и зная их тяжёлый внутренний конфликт с Китаем многолетний, территориальные претензии, и готовность их вести этот диалог наталкивает на очень серьёзные мысли. В этой связи ты понимаешь, почему активизация такая поставок вооружения на Украину, то есть агония, да, нужно максимально сейчас продлить конфликт. Что же на внутреннем поле? А у нас на внутреннем поле мы выходим на очень важный событийный ряд. Какой? Это март 2024 года, это выборы, а осенью выборы в США. То есть они, вот две точки для мирового пространства, которые будут вызовывать такую мощную турбулентность. У нас президентские выборы в США, и у них тоже президентские. Да, они выходят тоже на трек президентских выборах и у нас. И от смены там и тут фактически зависит. Мы, конечно, можем предположить, что мы сюрпризов-то не ожидаем. Вполне там разные могут быть правовые конфигурации, сохранность власти, но попытка давления на внутреннее наше пространство, раскачка во внутреннем пространстве России будет усиливаться. Почему? Если ты... Помните начало прошлого века, столетия, да, как развивались события? Россия, очевидно, в Первой мировой войне шла к победе. Более того, в результате победы она получила бы проливы. О чем был договор, в том числе с англичанами, который подписал Николай II. И тут поступает Бьюкинину поручение о том, что Николая II нужно вывести из игры. Как ему не выполнять эти соглашения? Потому что Россия при том промышленном росте сумасшедшем, которым она тогда показывала, при росте логистических... Я знаю, сейчас будут говорить там бедность, там это... Слушайте, коллеги, Китай точно так же беден, но это не мешает ему быть мировой державой. Там точно так же много бедного населения. Индия дико бедна. В сельской местности люди босиком круглый год ходят. Да, внутренний диссонанс. То есть государство богато не тогда, когда у него богатые граждане. Это разные совершенно показатели. Это непрофессионально говорить о том, что да ладно, перед войной было много бедных. Много бедных, много и богатых было. И промышленность развивалась, и логистика развивалась, и железные дороги строились. Мы были лидерами по экспорту чугуна, зерновых. Слушайте, Николай II I был, который объявил эмбарго на нефцерейц. Он говорил о том, что внутреннее производство резины нужно здесь развивать. Ну, у нас тут не такой взлет, конечно. Вот Пыжиков Александр Владимирович, покойный историк, который в нашей студии очень много выступал, целый цикл лекций прочитал. У него одна из последних работ «Взлет над пропастью» называется. И вот именно в эпохе Николая II, о его реформах, он тоже, он несколько раз всему нашему народу открыл глаза про этих протестующих раскольников, которые обладали большим влиянием в обществе. И вот на личность Николая II. При том, что он всегда считался Пыжиков советским, таким просоветским историком, но про Николая II у него замечательная книга «Взлет над пропастью». Там просто объективно были показатели. Вы смотрите, статистические показатели, вы понимаете, что прирост населения в таком количестве, который шел в Российской империи, начиная вот с конца 19-го и до буквально там 20-го года. Ну, назовите такой демографический ренессанс хоть в одной стране мира, расскажите, как это было. То есть это потрясающе. То, что происходило с экономикой, если бы Россия тогда победила в Первой мировой войне и получила бы Черное море, как внутреннее море России, и получила бы контроль над проливами, Британии, как империя, не существовало бы вообще больше. Нас бы просто не догнали. И тогда, понимая, что на внешнем поле нас не победить, ставку сделали на внутреннюю раскачку ситуации. Поэтому следующий год, вот эти два года, которые нам предстоят, они будут происходить под знаком раскачки внутреннего пространства и гражданского сектора страны. Его будут раскачивать глубинному народу, не до революции. Он вяжет носки и поддерживает СВО. Он собирает деньги на броники, шлемы. А вот эту вот гвардию, которую сегодня, то, что мы называем общественным мнением, лидеры общественного мнения, вы видите, как происходит раскачка в пространстве. Вот, кстати, с этим даже рождественским предложением по перемирию. Ну, что вышли с Киктески? Некоторые люди даже договорились о том, что Путин, Горбачев. Были и такие, немаленькие люди, которые это сказали. Открываем газеты начало 15-й год, август. Что писали про Николая? Ровно то же самое. Коррупционные скандалы, вопросы бедности, вопросы нехватки хлеба, нехватки носков, трусов, тыловое обеспечение. Те же вопросы? Равно те же. Ну, вот, кстати, с Макеевкой, да, показатель прекрасный. Про Макеевку все написали военкоры, а почему не написали в этот день? Было разгромлено стратегическое назначение, войска стратегического назначения, подразделения, это профессионалы были разгромлены. И логистический узел. Почему об этом никто не написал в этот день? Что только Макеевку-то рассказали о ней? Ну, потому что... Что, возбуждали-то народ, да? Это событие такое, вы знаете, все-таки нет. Никакие победы не перекроют гибель вот сразу такого одномоментно... Одномомоментно гибель. Ну, так те чужие, это враги их и положено, а это наши погибли. Дело в том, что война никогда не бывает без серьезных жертв. Понятно. Вы, если даже брать Вторую мировую войну, то более чудовищного, например, сражения, чем Ржевская операция, и что? Да там несколько было катастроф. Хоть оно... На поступках к Москве целых две катастрофы были. Вот помните, как в поле Первой мировой войны, как показывали Брусиловский прорыв, да? А как окружения были показаны? Вот как они... Ты открываешь газету «Нива» или «Начало века» или открываешь другие источники архивные, и ты видишь, а когда ты начинаешь раскрывать еще и архивные записи переговоров английского посольства, ты начинаешь понимать, что соус готовился в кабинете Бьюкинина. Вы помните, как Бьюкинина выставляет требование Николая Второго убрать Сазонова, например, да? Это же ультиматум. Если вы его уберете, вам будет плохо. Это же фактически ультимативность. То есть, слава богу, что сегодня мы уже становимся субъектами на внутреннем поле и на внешнем поле, субъектами политики, не объектами воздействия. И что такой разговор сегодня с Путиным уже невозможен. Вот я уверена, что сегодня посол о Великобритании не может отправить ноту Владимиру Владимировичу с просьбой, с требованием убрать Лаврова, например. Ну, смешно, правда? Ну, и мы с вами, и зрители наши понимают, что Путин – это и не Горбачев, и не Николай Второй по характеру. Я, правда, не согласен, что у нас такой же взлет над пропастью сейчас. Взлет вообще происходит, как был при Николае Втором. Ну, да ладно. В любом случае... А я не говорю, что у нас мы экономически в этот раз. Вот мы как раз... Смотрите, какой дисбаланс. Если мы там были в период Первой мировой войны и перехода к переворотам февральскому, который открыл уже двери в Октябрьский переход, мы там экономически сильны и политически не субъектны. Крайне много было слушано то, что мы называем пятой колонной. Сейчас мы в некотором роде экономически не субъектны, потому что мы зависимы от внешнего экономического. Мы до сих пор не определились для себя с конвертацией валюты, с ее обеспечением. То есть мы не можем сказать, что мы пуповину оторвали сегодня, отрезали. А с точки зрения политической субъектности указ президента, закон вот этот... Она наращивается, безусловно. Фактически наращивается политическая субъектность. Вот видите, да, как пропорции складываются. То есть наша задача сейчас сосредоточиться на обеспечении суверенной политики, в том числе и в экономике, в контроле гособоронзаказа, в ходе политики государства в экономическое пространство в качестве субъекта, заказчика и контролера мощного, да, за распоряжением в том числе этими средствами. И задача в некотором роде развернуть информационную кампанию, сделать ее тоже субъектной. Вот здесь мы, конечно, еще не дотягиваем. Культурную политику, да. Культурную политику, особенно не дотягиваем, да. И, Николаевна, надо переходить к тому закону, который уже принят, и в котором вы, как я знаю, принимали, ну, самое непосредственное участие. Да, мы были одними из инициаторами вообще. Этого запрета и суррогатного материнства в России. Да, мы поднимали, собственно, этот вопрос был поднят впервые на площадках Гиппократовского медицинского форума. В этом подготовке этого законопроекта, безусловно, первое и самое главное значение, конечно, играла Государственная Дума и смелость ряда депутатов Государственной Думы. Вообще, я вам хочу сказать, вы знаете... Давайте называть имена. Пусть хорошие люди звучат. Да, давайте так. Смотрите. Первое крайне важное. Во-первых, закон о суррогатном материнстве – это первый закон, который показал конфликт между ветвями власти. На этот закон так и не поступило положительных заключений правительства. Ни одного ФАИВа, насколько я помню. Единственные, кто дали положительные заключения, это ФСБ были. И Минюст не дал, Минпрос еще дал, как ни странно. Минюст не дал положительного заключения, Минздрав не дал положительного заключения. И как таковое не было положительного заключения ГПУ, Главного правоуправления администрации президента. В некотором роде принятие этого законопроекта было не благодаря, а вопреки. В этой связи его принятие приобретает колоссальное значение для определения центра тяжести в стране политическом. Самостоятельная политическая субъектность, приобретаемая сегодня Нижней Палатой Парламента. То есть, понимаете, да? У этого закона очень серьезная народная поддержка. Фактически, это закон освобождения. Это не только закон защиты детей. Это не только закон уничтожения отвратительной, мерзкой, грязной отрасли, торговли людьми. Это не только, скажем так, присутствие здесь мерзавцев, которые... Это все равно, что торговать наркотиками, проституцией, оружием и вот сурмат. Это вот примерно вот так. Это закон заявления об отказе от колониальной политики. То есть, мы больше страна, а не колония. Почему? Колонии торгуют рабами. Понимаете? Колонии поставляют... Своим населением торгуют. Да. Репродуктивным потенциалом нации. Торгуют колонии. Вот у них забирают. То есть, это фактически разворот на 180 градусов. И в этой связи значение этого закона приобретают колоссальное просто. И важно, что именно в последнем предновогоднем интервью Вячеслав Викторович Володин, когда его спросили, какие законы он считает наиболее важными, принятыми, он назвал именно его, а выделил работу Комитета по безопасности Государственной Думы как основную, как лучшую работу. Для него этот закон фактически закон приобретения и его, вот как он, как политическая фигура, приобретает совершенно другое значение. Оказывается, что, а что так можно было? Оказывается, можно принять закон, против которого правительство невнятно ни да, ни нет, да, не знает, что делать. Оказывается, можно было. И, конечно, безусловно, заслуга этой принадлежит и Петру Олеговичу Толстому, и Анне Юрьевне Кузнецовой, и Василию Ивановичу Пискареву, русская православная церковь, святейший патриарх, который неоднократно обращался под открытыми письмами и делал заявления, выступления на рождественских слушаниях, общался с Вячеславом Викторовичем, обращался к Патрушеву Николаю Платоновичу. Собственно, это заслуга вообще такой консолидации общества, силового блока и депутатов. Представляете, какая мощная сила оказывается? И оказывается, эта консолидация возможна, и она реализуема, и люди прекрасно понимают, и общество, силовой блок и депутаты понимают друг друга, слышат друг друга. А вот в то же время показана проблема, которая между ветвями власти существует сегодня между депутатами Госдумы и правительственным блоком. Я не хочу сказать, что там злодеи, а тут хорошие. Это не так. И там, и там прекрасно. Там и там люди со всеми их... А вот здесь проблема, она не доктринальная. Это проблема не целеполагания. То есть там злодеи, которые видят в том, чтобы продавать там это. Там проблема инструкций. Потому что правительство живет инструкциями и технологиями. А оно не понимает, когда разворачиваются депутаты и говорят, надо объявить борьбу с бедностью. Там, например, надо всем выдать по серебряным червонцам, например, золотым червонцам. Всем дать по серегам. Правительство делает стойку, говорит, сколько надо дать, на какое ухо серегу повесить, с каким камнем, какому количеству людей, характеристики этих людей, оценка эффективности, кому дали, кому не дали. То есть сделайте, пожалуйста, и вот это тоже. А депутатский корпус, он больше, конечно, о целеполагании. За все хорошее против всего плохого. И вот между ними нет этого медиативного вот этого подхода, да, когда депутаты, они же... Ну, депутаты кто? Артисты? Там же профессиональных юристов-то мало. Ну, то, что там сидят клиши в Совете Федерации крышенинников в Государственной Думе, то есть вот из таких сильных юристов. Остальные-то все, посмотрите, они же никогда не занимались нормотворческой деятельностью. Они приходят, они только первые, те, которые первые, они вообще только учатся, что такое законы. А законодательное полотно, оно очень сложное. Ну, и вообще Дума, она должна представлять некий срез общества. Это представители. Это представители общества там, по задумке, да, поэтому они не обязаны все быть юристами и говорить на языке инструкции, разумеется. Поэтому иногда, когда я вижу, как некоторые коллеги начинают критиковать депутатов Госдумы, когда они выходят с какой-то инициативой, такие, знаешь, такие ехидные посмеивания. Например, вышла Патриаршая комиссия, вышла с инициативой, комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, в рамках совета при Татьяне Алексеевне Голиковой, при правительстве, вышли с инициативой о запрете продажи энергетиков детям до 18 лет. Слушайте, нормальная практика. В странах производителя этой дряни, этого пойла, это запрещено до 21 года. Что плохого-то? Нет ряд каналов, которые позиционируют себя как патриотические, вышли с мешочками, с какими-то ерничными, какими-то кривляниями. Слушайте, коллеги, детей травить надо? Продолжать или что вы хотите? Только потому, что эту инициативу поддержал Комитет по безопасности какой-то там депутат, который им не очень нравится. Да какая разница семьям, какой депутат это сделает? Им все равно, какой депутат. Им все равно, какая партия это сделает, Единая Россия или Справедливая Россия. Вы защитите детей. А без разницы, не надо рассказывать им, что с этой руки мы не едим, а с этой руки мы будем. Что за подход? Это как раз не государственный подход. Это как раз местечковое какое-то такое развлечение. Слушайте, дети и вообще безопасность детей, это не развлечение, у нас детей мало в стране. Мы вообще страна очень бездетная. И в этой связи, переходя к задачам, которые стоят перед нами во второй половине, вот я сказала, что поскольку мы выходим на предвыборный трек, сказала о том, что турбулентность политическая будет просто нарастать, и попытки раскачки будут увеличиваться, и вбросы информационные будут, и попытки, вот как сейчас посольство Америки вышло к обращениям гражданам Российской Федерации, оно будет, таких обращений будет много, они будут апеллировать к нам, минуя, причем апеллировать будет не только посольство, апеллировать будут через лидеров общественных мнений, очень много провокаторов будет выявлено, которые будут тем или иным образом, насильственным способом решить вопросы, да, там, под видом, например, я крайне отрицательно отношусь к так называемому ультрапатриотическому движению, турбопатриотическое движение. Это, скажем так, продиктовано чем? А давайте сейчас пока СВО насильственным образом сменим власть в стране. Я скажу, что это будет катастрофа. Это будет геополитическая катастрофа, которую Россия никогда не оправится. Почему? Если смена режима, которая была в начале XX века, происходила под эгидой социальных отношений, смена спорогигмы социальных отношений, то в наш вот этот вот период добавляется еще так называемый межнациональный фактор чудовищный. И мы не выдержим еще и межнациональные конфликты. А мы вот... Было недавно обращение Святейшего Патриарха накануне к Архиерейскому собору. Это был епархиальное собрание Москвы. Да, он выступил там с докладом. И он с очень серьезным, кстати, программным заявлением. Вообще я хочу сказать, что Святейший Патриарх в последнее время буквально выходит... Вот прям можно следить, каждое заявление становится доктринальным и эпохальным. Он фактически пишет сейчас новую историю интеграции Русской Православной Церкви как нравственного камертона общества. Хотите вы того или не хотите, атеистовы или верующие, вы должны просто признать, что Русская Православная Церковь – крупнейший гражданский институт страны. Я приведу пример, кстати, с Украиной, очень важный момент. Когда на Украине поднимали вопрос о том, когда праздновает Рождество, 25 или 7, последний социологический, последний уже свой идет, говорит о том, что 44% только высказались за 25 число, а 58% по-прежнему 7 числа празднуют. И 44% относятся к западным областям Украины. Представляете, Украина, которая воюет сейчас, она по-прежнему еще в центре притяжения Русской Православной Церкви, не русской государственности, а русской идеологемы, понимаете, русского мира. Хотим и того, она еще не отрезана. И в этой связи заявления Святейшего, они надгосударственны. Они поднимаются над парадигмой только государства Российской Федерации, а распространяются, церковь-то, она пересекает границы. Это обращение ко всем представителям православия во всем мире. Патриарх не принадлежит российскому государству, Российской Федерации. Он апеллирует к более широкому пониманию. Русская Православная Церковь, слушайте, у нас западных приходов огромное количество. Это больше 300 миллионов людей. Понимаете, кто слушает, кто смотрит. Поэтому вопли и крики, что он должен сказать то или это, они неуместны. Их озвучивают люди, которые думают здесь и сейчас. А думать надо. Вообще история заставляет нас думать по вертикали, по горизонтали и на 100 лет вперед. А вот это вот сейчас здесь надо прекращать вообще. Вот так думать, вот это как раз временщичество, его надо заканчивать. И в этой связи каждое заявление главы государства и духовных лидеров нужно оценивать на перспективу поколений. Они пишут историю сегодня. Они только решают сегодняшние проблемы. И вот там было одно очень серьезное заявление по так называемому межнациональному миграционному вопросу. И здесь я перехожу, что 23-24 год, на мой взгляд, должны проходить под знаком реализации семейно-демографической политики. Попытки правительства сегодня решить демографический кризис, выход из демографического кризиса, тем способом, который был принят до этого, а какие способы были? Подход к демографии с точки зрения статистического подсчета голов крупного рогатого скота, да? Безрогово. Безрогово, да. Это фактически убийственный подход. Как они подходят? Они просто считают рождаемость и смертность. И вот надо как-то поголовье людей увеличить, а смертность как-то вот снизить. То есть это вот такой простой математический подход. Это не государственный подход. Это как раз вот то, что я и называю крупный рогатый скот, подсчет, да? Почему? Количество поголовья можно увеличить. А. Количеством завезенных мигрантов. Б. Количеством произведенных людей в пробирках. ЭКО. Но это некачественное демографическое замещение, да? То есть это как раз об убийстве вообще всякое демографическое. Поэтому мы и настаиваем, что политика должна носить семейно-демографический характер. Ну и патриарх сказал о национальной идентичности прямым текстом. Говорит, пора задуматься о национальной идентичности. Это же как раз речь о том, что мы не поголовье считаем, а мы смотрим, кто именно, какое население здесь воспроизводится. Абсолютно верно. И вот тогда аналитиками ставился очень серьезный вопрос о так называемом косовском сценарии. Косовский сценарий, он банален до невозможности. Это один из инструментов разрыва государства изнутри. Я почему и сказала, что попытка гражданского бужирования внутреннего состояния гражданского общества, попытка вбросов информационных провокаций с усилением внутреннего социального конфликта, с наслаиванием межнационального конфликта, подрывом вот этих так называемых анклавных, искусственно образованных межнациональных или мононациональных анклавных образований, крайне опасно для России. Крайне. Мы преодолели сегодня 15-процентный барьер безопасности по интеграции к нам не автохтонных групп. Автохтоны – это те, которые, вы знаете, которые тут образовались. Коренное население России, те народы, которые не имеют государственности вне пределов России. Заявление в этой связи Хуснулина о том, что нужно увеличивать, наращивать агломерации, освобождая территории, да, с завозом сюда мигрантов. Ну, вернёмся, вот, косовский вариант. Ну, представьте на секундочку, вы ввозите там 47 тысяч, я прям цифру досконально, да, Косово как было, сколько перевезено, 47 тысяч. Беженцев вы перевозите там, условно говоря, из Успекистана, Таджикистана, просто любую страну берите, и селите их в Сергиевом Посаде. И даёте им там полномочия, они там развиваются, у них там моноанклав, там они это. И вот через 57 лет они выходят с просьбой, обращаются к американскому правительству и говорят, что нас здесь теперь проживает 1 800 000, и мы имеем право Сергиев Посад отделить. Я не зря выбрала Сергиев Посад. Дело в том, что территория Косово – это сердце Сербии. Там находится самое большое количество православных храмов, там их историческая колыбель. Выбрана та территория, от которой сербы не могут отказаться. Это как отказаться от своей государственной идентичности, это как отказаться от своего языка. То есть выбрала та территория, которая будет кровоточить всегда. Почему я и привела пример Сергиев Посад. Ну вот в Троице-Сергиевской лавре у вас в этом городе под боком поселили, и потом сказали, всё, надо теперь, давайте, освобождайте, давайте, давайте, отсюда мы теперь. А американцы выходят и говорят, да, 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 да. А что вы хотели? Международное право. То есть, понимаете, на самом деле это один из инструментов уничтожения государства изнутри. В этой связи я ещё раз вернусь к вот этим так называемым агломерациям, да, семи. Укропнение регионов, увеличение экстремистских настроений, разжигание межнациональной розни и конфликта. Вот Колокольцев, да, сделал заявление о том, что растёт сейчас национальный фактор преступности, количество изнасилований. Дальше я вам рассказываю, как строятся прогнозные карты, аналитические прогнозные карты развития событий. Как только вы по МВД, у вас начинает поступать статистика о том, что у вас начинается раздел сфер влияния между преступными группировками, давайте вещи называть своими именами, преступный мир, в некотором роде всегда сопровождает государство. Мы, конечно, боремся, то есть там вопрос преодоления процента. Ни в коем случае не должно быть, порог должен быть, да, удерживаем. И там внутри продолжается борьба с преступностью. Вот как только вы начинаете, что между преступными группировками начинаются переразделы, прежде всего рынки, например, между узбеками, там, да, пришла Яспора, будьте уверены, что через какое-то время они начнут идти в политику. То есть понимаете, о чем идет речь, да? Они будут формировать анклавы, они будут формировать, они будут выходить в открытое поле пространства, они будут всеми силами получать гражданство, они будут закрепляться, и они будут защищать свои интересы. Получив в свои руки экономические и силовые ресурсы... Неконтролируемые причем. Мы эти деньги, это же деньги проходят мимо, в ходе сначала в нежвидовой борьбы, да, внутри преступного мира, усилившись, они выходят уже в общество. И они начинают становиться практически лоббистами, да, они покупают, увеличивается коррупционная составляющая. Сначала на местах, в регионах, в районах, потом, да? Потом уже на центральной, то есть мы это проходили, 90-е годы мы это проходили. И вот сейчас та же замещение мигрантами, да, трудового, ну, как они это объясняют? У нас вот русские не хотят работать на малооплачиваемый... Слушайте, сегодня нет малооплачиваемых мест в строительной отрасли. Другое дело, что у вас там рабы, давайте называть вещи своими именами, там зарплата черная. А более того, смотрите, что делает сегодня миграционная, опасная миграционная политика, опаснейшая. Почему? Она должна быть жестко контролируемая. Расселение не должно быть моноанклавным. Расселение должно быть... Не должны преодолевать порог. То есть ни в одном населённом пункте не должно быть больше, чем местного населения, например, по количеству мужчин трудоспособного возраста. То есть не должно быть таджиков больше, чем русскоговорящих, носителей национальных культур, коренных народов, больше, чем мужчин этого возраста тут же на этой же территории. Это опасная ситуация. Даже не больше. Она неконтролируемая. Там когда 50 на 50 примерно сравнивается, уже начинается такое, что всё, процесс не обращается. Как раз заявление Колокольцев о том, что рост процентной преступности, который идёт, это и есть показатель уже начала необратимых процессов, которые уже идут. И в этой связи Святейший не может не обращать на это внимание. Надо сказать, что сначала Патриарх об этом заявил, а потом Колокольцев через неделю буквально. Вы знаете, я вам скажу, что... 22 декабря Патриарх Кирилл об этом сказал, 26 декабря Колокольцев. Они прям вторят. Я вам более того хочу сказать. Мы понимаем, что вот та масса, которая составляет сегодня мощнейший приток, а обратно высасывает из экономики России валютную массу, фактически, да, перебрасывая её. Я прекрасно понимаю, что нам нужно сохранять хорошие отношения со Средней Азией. Мы не сможем на два фронта работать, а Казахстан сегодня готовит как вторую Украину. И Казахстан фактически несётся сейчас, как форпост глобализма, готовится как взрыв под брюшье России, да, то есть второго такого удара мы можем и не выдержать. Я понимаю, что мы в некотором роде вынуждены сегодня лояльно относиться к процессу перемещения мигрантов туда и обратно. Они, собственно, Среднеазиатские республики живут за счёт того потока, который высасывается отсюда. Ну, Инна Николаевна, сделаю маленькую ремарочку. Практика показывает, что жёсткий подход, законный жёсткий подход вообще в любых вопросах, он только уважение вызывает. Согласна. Никогда он не вызывает. Абсолютно точно. А вот, наоборот, мягкотелость, постоянные уступки вызывают всё больше желания. Ну, доброту за слабость принимают. Так точно. И как раз на азиатские наши народы, я вот человек, выросший в Узбекистане, могу сказать, что они примерно так же, как кавказцы в этом отношении, реагируют. Я бы рекомендовала на среднеазиатском направлении действовать двумя руками, что называется. Ужесточение ответственности и выселение обратное жёсткое. Запрет на выдачу гражданства, то есть установление, да, вот эта покупка гражданства, вот эти коммерческие вот эти сговоры, эта коррупционная составляющая должна быть прекращена. Жёсткое количество нахождения на территории одновременно количество трудовых мигрантов, то есть не более какой-то цифры, ни в коем случае. Как только больше тут же выселять массово. При вот таких, скажем так, массовых драках показательно 10 тысяч на границу в лагерь. Ну вот выгрузили 10 тысяч туда, привезли, бросили их там на границе, как это делают, да, вот американцы с мексиканцами, да. Разбирайтесь со своими, забирайте их. То есть вот эти показательные мероприятия для того, чтобы, скажем так, преступность вот такого, вот эти вот изнасилования, массовые драки, там вообще чудовищные случаи на самом деле. До колокольцев ещё наркоторговля. Ну, колокольцы-то про наркоторговлю в первую очередь говорят. Ну, вы прекрасно понимаете, что там трафик афганский, а Афганистан другой экономики не имеет, американцы оставили что? Американцы оставили, ну, кстати, комический случай случился, когда Афган в прошлом году, Афганистан, Талибы заявили, что героиновая экономика перестала приносить прибыль, потому что не выдерживает конкуренции с китайским трафиком синтетики. То есть это, конечно, это страшно вообще, даже вот цинично, но смешно на самом деле. Афганский трафик, он никуда не делся. А второй момент, который крайне необходим на среднеазиатском направлении, конечно, безусловно, это интеграция, договорённость с Китаем. Почему? Нужно выдавливать американцев оттуда. Нужно договариваться с Китаем и говорить, давайте территорию, условно говоря, делим сферой экономического влияния, и американцев там находиться, потому что американцы всегда будут находиться там для того, чтобы подрывать стабильность на наших южных рубежах. Это фактически вот этот вот сценарий подковы, это карабахские напряжения, да? У Китая такая же ситуация, кстати, Индия, и Китай хорошо понимают. У них такая же, у них свой Нагорный Карабах есть. У них такая же подкова, нас охватывают с юга и охватывают с севера. Да, а у них такой же Нагорный Карабах между Индией и Китаем. У них точно так же, постоянно, и они знают, кто у них там постоянно. Там ещё и пакистанская проблема для индусов. Да. Но, кстати, Россия в этой связи является очень мощным стабилизационным партнёром такой, который, условно говоря, разговаривает и здесь, и там, и экономически их интегрирует и связывает. И мы здесь для Китая и Индии играем чрезвычайно важную роль геополитического посредника, который пытается перехватить Эрдоган на трёх стульях. Все говорят о том, что мы для них исключительно ресурсная база, а на самом деле геополитический посредник и стабилизатор для них. Стабилизатор, да. Посредника пока нет, а вот именно фактор такой уравновешивающий, как треугольник. И в этой связи, возвращаясь опять вот к этому треку, который идёт, я всё-таки прогнозирую, я не могу сказать, что я прям супер вот отношусь к супераналитикам, но всё-таки исходя из логики процесса, который будет нарастать, а турбулентность внутриполитическая будет усиливаться, её будут пытаться стабилизировать, скажем так, ужесточение принятия ряда законодательных инициатив, которые будут усиливать гражданский контроль. То есть серия законов, которая будет усиливать ответственность за вбросы, за пропаганду, нас ждут поправки в КОАП и Уголовный кодекс. Второй момент. Будет принят в первые полугодия до мая месяца, скорее всего, непопулярные решения, такие как повышение цен на ЖКХ, повышение... Вроде же недавно повысили. Ну, тут ситуация, видите, какая. Вы знаете, что на днях перед Новым годом правительство выпустило прогноз по экспорту нефти и цен на нефть. И там было, кстати, между прочим, глубоко проработанный прогноз, там были данные корреляции цены в зависимости от объёма и цены на внешнем рынке. Потому что дело в том, что всё-таки Россия бюджет наполняет во многом не за счёт газа, а за счёт нефти. В этой связи 50 долларов для нас, конечно, печально. Падает и цена, и объём мы вынуждены сокращать. Я, вы знаете, давно говорю о том, что средств вообще давно пора прекращать экспортировать. Прекращайте торговать, прекращайте жить одной сделкой. Вот это вот опять временщичество, когда добыл-продал, добыл-продал. Одна сделка, одно касание. Деньги сложил, добыл-продал, деньги куда-то сложил. Деньги сложил в офшор, купил яхты. То есть это такой тупой подход вообще, совершенно тупой подход, который даже не укладывается в инстинкт самосохранения элиты. Понимаете, у людей отключён инстинкт самосохранения. Нормальный человек должен думать, а как будут жить мои дети, а где они будут жить? А вот теперь туда не поехать, а сюда не... Ну, слушайте, надо куда-то деньги вкладывать. У чиновников огромное количество денежной массы на руках, которой деть сегодня некуда. Они лежат в квартире. Ну вот, в этих вот картинах Захарченко, да. Вот я вот прям серьёзно говорю, коллеги, озаботьтесь тем, верните эти деньги в экономику. Найдите механизм вложения этих денег в экономику России. Это будет вашим детям достанется. Вы больше никогда не поедете в геополитическое пространство в качестве хозяев. Туда вас не пустят. Вы нерукопожатные. Забудьте вообще, не будет этого возврата уже. Вот эти деньги, я понимаю, когда Набиулина говорит, что у населения огромная денежная масса на руках. Она не у всего населения, но у неё ограниченного количества населения. 10% населения. То есть 10% населения. И они прекрасно понимают, что надо деньги куда-то возвращать, во что-то вкладывать. Деньги, которые лежат, они приносят чистый убыток. Они вкладывают в квартиры сейчас, и поэтому у нас дико дорогие квартиры. То есть куда нужно? В связи с этим декриминализация сейчас коррупционного законодательства международного, который указ президента, который сегодня был подписан. С одной стороны, я знаю, какие будут сейчас крики. Люди будут кричать, послабление чиновникам, теперь могут воровать. А если с другой стороны? Это, условно говоря, загнанный зверь, которому говорят, вот коридор, вот по этому коридору вы можете двигаться и, в принципе, вернуть деньги в экономику. У вас есть шанс. Это как дачная амнистия. Все понимают, что это хорошо. То есть по-разному можно воспринимать решения. С одной стороны, если внешний такой антипопулистский характер, можно серьезно подумать, а вообще зачем он это делает? А сколько у чиновников денег наворовано? А сажать всех не успеешь, и тюрьмы не хватит, и тогда нужно только сажать заниматься. Надо признать, я это часто говорю, сажают в последнее время много. Много. Я регулярно смотрю сайт Компроматру, это один из моих любимых. Сегодня, кстати, Зимина объявили в розыск. А это кто? А это такой известный тоже олигарх. Поэтому там все очень серьезно, на самом деле. Теперь, что касается вопроса, острый вопрос будет дальше стоять, а вот что будет второе полугодие? Второе полугодие, сентябрь начнется, это как раз думская сессия, и трек до декабря, вот этот промежуток. В этот промежуток начнут формировать пакет так называемых подарков населения, рейтинг. Нужно будет наращивать, накачивать рейтинг, и его будут накачивать исключительно первому лицу, нужно будет это делать, подтверждая его авторитет. И вот это шанс для всего гражданского консервативного общества, условно говоря, на серьезный диалог и с правительством, и с законодательной властью. И то есть это очень серьезный процесс подготовки новых законодательных инициатив в сфере, прежде всего, социально-демографической политики. Несмотря на то, что первый год мы СВО прошли, все-таки мы не упали, потому что мы нарастили за счет того, что цены были повышены, да, и объем мы не теряли. Но переход даже на тот же китайский рынок газа, например, мы достроили ветку, вот ее, кстати, сейчас запускают, но вы должны понимать, что быстрого разворота быть не может, технологически невозможно. В Европу шли несколько десятилетий советского времени еще. Более того, я по-прежнему настаиваю, что экономическая политика должна строиться на принципе, например, снижение стоимости энергоносителей для промышленных производств. Сто процентов внутренне, да? Как только у вас появляется снижение себестоимости, очень серьезный лак, например, рабочая сила, то все западные, кстати, вот сегодня объявили цифры, что западные компании 82% не ушли с рынка. Они просто переоформились, да? А они по-прежнему здесь. Ну, есть даже подозрение, что и Макдональдс не ушел, а то, что мы сейчас имеем, вот это вот убогое полу... Это попытка маскировки такая, да, такая, маскировочные сетки одели такие и сидят. Такие в подполье, да? Вот, так вот, если мы говорим о том, что мы хотим даже с точки зрения инвестиционной привлекательности экономику делать и создавать рабочие места, нам крайне нужно для решения демографической проблемы рабочие места. Мужикам нужны рабочие места, им нужна работа, чтобы создавать семью и зарплата, да. Поэтому что должно делать? Фактически мы должны говорить о том, что если мы понижаем себестоимость производства каких-то товаров, они становятся конкурентоспособны, то вся германская промышленность не в Америку перемещается, а на обходными путями все равно сюда залезет. Она и так, и так, они придумают, они русские схемы придумают, они зайдут сюда. Потому что золотые шины там никому не нужны. А вот цена здесь производства, например, на тот же нефть, из которой делается сегодня, 182 продукта. Послушайте, таблетки делаются из нефти. Нефтехимия. Половина того, что находится в этой студии, из нефти. А мы торгуем по-прежнему, слушайте, позор вообще, сырец. Вместо того, чтобы думать, куда направить нефть на внутреннем рынке, на переработку внутреннюю, простите, гранулят хотя бы, обычный дешевый гранулят для пластика научитесь делать, мы думаем, где бы найти рынок внешнего сбыта. Вот это вообще патологично. Вот это точно патологично и антигосударственно. Я не знаю, таких людей, которые так размышляют, нужно пинком под зад вообще выгонять. И таким образом мы понимаем, что второе полугодие – это будет наращивание социального пакета. Это будут пересмотром от капитала, скорее всего, он будет прогрессивный рост. Идти после каждого не второго, а последующего ребенка, третий, четвертый. Пора прекращать вот эту вакханалию с демографической политикой по регионам. Мы перед нашим разговором, вы, наверное, слышали, я разговаривала с коллегой, говорила, что вот эта семейная политика по многодетным, когда в Туле трусы, а в Ростове майки, а здесь в театр сходит семья, а там и бесплатные парковки, вот этот вакханалий у нас заканчивается. То есть не унифицированная. Конечно. Единый статус многодетных семей на всей территории Российской Федерации должен быть един. Семья, переезжающая из Тулы в Ростов, должна и там остаться многодетной. Более того, статус семьи должен быть пожизненным, многодетный. Удостоверение, действующее на всей территории Российской Федерации. Вот семейная демографическая политика должна быть направлена на показатель роста числа многодетных семей в одном браке, растящих трех и более детей, а не просто количество рождаемости, а качественное замещение должно происходить. Я понимаю, что мы находимся сейчас, что называется, над пропастью. Я понимаю, что шаг вправо, шаг влево, и мы буквально можем не состояться вообще как государство, и нас разнесут просто в клочья. Но дай бог здоровья нашему президенту, нашему народу, а вот процесс национализации элиты, он необратим. То есть вариантов нет, с подводной лодки выхода нет. Либо вы все-таки продолжаете двигаться в национальных интересах, либо вам придется просто покинуть эту страну, или отказаться от того, что вы будете называться элитой. Скорее всего, что история вас перемелет. Поэтому это вопрос выбора. Это вопрос очень серьезного выбора. Не хотите выбирать его, скажем так, по духовному своему предчувствию, сопричастности с этой страной. Выбирайте его хотя бы из чувства самосохранения. Иначе вас просто сомнут. Настолько высоки сейчас народно-патриотические вот эти вот осознания, самоосознание, которое к нам пришло и на волне вот этого указа, на волне вот этой серии законов, что с народом, как говорил Христос апостолу, трудно тебе идти против вражна. Невозможно. Илья Николаевна, большое вам спасибо за интереснейший рассказ, как обычно, за комментарии. Предлагаю продолжить наши регулярные встречи, потому что мало кто такую информацию в таком ключе подает. И что мне особенно нравится в наших разговорах, у нас же общество поделено на тех, кто ругает власть, и тех, кто хвалит власть. Но мало кто ведет с ней диалог и как-то воспитывает ее. За хорошее хвалит, за плохое ругает. Вот вы это делаете, но вот среди тех, кого я вижу, кто в фокусе внимания, делайте лучше всех. Большое спасибо. Вам спасибо. Успехов. Всем, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok